Ну что, поехали? Работаем! Что делать работнику, если его заставляют уходить в отпуск за свой счет? Работодатели массово отправляют украинцев в отпуск за свой счет, но на него можно не соглашаться. В законах о мерах по борьбе с коронавирусом и поддержке на период карантина налогоплательщиков прописано несколько нововведений, также для наемных работников. Во-первых, прописано, что работники частных компаний, предприятий коммунальной формы собственности и госслужащие могут писать заявление об отпуске за свой счет на период, превышающий 15 дней без ограничения. В том числе, даже если в этом году они уже израсходовали часть этого отпуска. Впрочем, для рядовых сотрудников снятие ограничений по отпускам за свой счет – сомнительный бонус. Формально работник должен сам написать заявление об отпуске без содержания, то есть согласиться на него добровольно. Но работодатели сейчас массово отправляют людей на карантин без сохранения зарплаты, особо никого не спрашивая, просто ставят персонал перед фактом. Теоретически работник может не согласиться на неоплачиваемый отпуск и не писать заявление. В таком случае работодатель в связи с существенными изменениями условий работы может поднять вопрос об увольнении сотрудника, но по действующему кзоту об этом он обязан официально предупредить человека за два месяца и в течение двух месяцев выплачивать официальную заработную плату. Правда, власти уже заявляют, что будут контролировать, чтобы работников не увольняли из-за карантина, но на вопросы сокращения штатов и другие пункты влиять по закону власти не смогут. Стоит отметить, что на время карантина ставить на биржу труда будут сразу же и сразу начнут платить пособия. Ранее были возможны задержки на 1-2 месяца в связи с проверкой документом и оформлением статуса безработного. Сумма пособия разная и зависит от страхового стажа и зарплаты за последние полгода. Добавили также пункт для тех, кому придется сидеть на карантине по коронавирусу в специализированных лечебных учреждениях или дома на самоизоляции. Указано, что таким лицам положен больничный в размере 50% от средней заработной платы вне зависимости от страхового стажа. В новых законах прописана также возможность удаленной работы, но людям она мало чем поможет. Там, где удаленка возможна, украинцы и так работают вне офиса, а на предприятиях, где требуется физическое присутствие рабочих, оно, собственно, ни к чему. С вами был юрист Чуговской правозащитной группы Роман Лихачев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова